С получения святаго Яна Златоустова. Том 1. Увещание к Феодору Падшему 1. Продолжение. Тем, которые попытались бы удержать меня от сетывания, я скажу словами пророка. Оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня. Пророк Исаия 22.4 Настоящий плач мой не таков, чтобы чрезмерно сетывание навлекло на меня осуждение, но таков, что при нем не постыделись бы плакать, сетывать и отвергать всякое утешение даже апостолу Павла Петру. Справедливо стал бы кто-нибудь обличать большой малодушие тех, которые оплакивают обыкновенную смерть. Но когда вместо тела лежит омертвевшая душа, пораженная множеством ран и в самой мертвенности являющая прежнее свое благородство и благообразие и красоту погасшую, то может ли кто быть столько жестоким и бесчувственным, чтобы вместо плача и сетований предлагал слова утешения? Как там не плакать, так здесь плакать свойственно любомудрию. Тот, кто достигал неба, смеялся над суетой жизнью, взирал на красоты телесные, как на каменные, кто пренебрегал золотом, как пылью, и всяким удовольствием, как грязью, тот неожиданно для нас, объятый пламенем нечистой, и похоти потерял и здоровье, и мужество, и всякую красоту и сделался рабом наслаждений. О нем ли не плакать, скажи мне, о нем ли не сокрушаться, доколе опять не будет он нашим? И свойственно ли это человеческой душе? Отмены телесной смерти невозможно достигнуть на земле, и однако это не удерживает сетующих от плача, а душевную смерть только и можно уничтожить здесь. Вадежим, говорит Давид, кто исповед тебя? Псалом 6.6. Посему не будет ли великим безрассудством с нашей стороны, если в то время, как оплакивающие смерти лесную сетуют о ней с такой силою, хотя и знают, что слезами не воскресить им умершего, мы не будем выражать ничего подобного, хотя знаем, что часто бывает надежда возвратить пагубную душу к прежней жизни. Ибо многие ныне и во времена наших предков, уклонившись от прямого положения, свергнувшие из тесного пути, опять восстали настолько, что последующим покрыли прежнее, получили награду, украсились венцом, прославлены с победителями и причислены к лику святых. Да коли кто остается в пламени наслаждений, да то ли ему хотя бы он имел множество таких примеров, представляется это делом невозможным. Но как только он немного начнет выходить оттуда, то, постоянно идя вперед, силу огня оставит позади себя, а впереди пред собою почувствует прохладу и великое облегчение. Только не будем отчаиваться, не будем отказываться от возвращения, потому что допустившим у себя до такого состояния хотя бы одарен был безмерную силу и ревностью, они будут бесполезны. Кто же затворил для себя дверь покаяния, заградил вход на поприще подвижничества, как он будет в состоянии, находясь в ней его, сделать малое или великое добро? Посему-то лукавый предпринимает все, чтобы внушить нам этот помысл. После этого уже не нужны будут ему усилия и труды для нашего поражения, когда сами лежачие и падшие не хотят противиться ему. Кто мог избежать этих уст, тот и силу свою сохранит и до последнего издыхания, не перестанет сражаться с ним и хотя бы испытал множество других падений, опять восстанет и сокрушит врага. Напротив, кто связан помыслами отчаяния, обеселивал себя, тот как будет в состоянии поберечь врага и противостать ему, когда сам бежит от него. Не говори мне, что так бывает лишь с невеликими грешниками. Нет. Пусть даже человек будет исполнен всякого порока и сделает все, что затворяет для него в ход царствия, и при том не из неверных от начала, но из верных и благоугождавшие прежде Богу. Пусть такое сделается впоследствии блудником, прелюбодеем, сластолюбцем, хищником, пьяницей, мужеложником, сквернословцем и тому подобное. И такого я не похвалю, если он будет отчаиваться себе, хотя бы он до самой глубокой старости провел такую несказанно порочную жизнь. Если бы гнев Божий был страстью, то справедливо иной стал бы отчаиваться, как не имеющий возможности погасить пламень, который он возжег столь многими злодеяниями. Но так как божество бесстрастно и наказывает ли, поражает ли, делает это не с гневом, но по промышлению великому человеколюбию, то надлежит иметь крепкое дерзновение и уповать на силу покаяния. Бог не за себя мстит тем, которые согрешили против него, ибо никакой вред не достигает до существа его, но при этом имеет в виду нашу пользу и то, чтобы мы не увеличивали своего разращения, продолжая оказывать ему пренебрежение и презрение, как удаляющийся от света невредить нисколько свету, а самому себе весьма много, погружаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать всемогущую силу, ей не вредит нисколько, а самому себе причиняет крайний вред. Посему Бог и угрожает нам наказаниями и часто посылает их не для того, чтобы отомстить за себя, но чтобы нас привлечь к себе, ибо врач не сетует и не обижается наносимыми ему больным оскорблениями, но всячески старается остановить их бесчинство, имея в виду не свою, а их пользу. Если они покажут хотя немного благоразумия и здравомыслия, он радуется и веселится, и тем сильнее употребляет лекарства не для того, чтобы отомстить им за прежнее, но чтобы доставить больше пользы и довести их до совершенного выздоровления. Так и Бог, когда мы впадаем в крайнее безумие и говорит и делает все не из мести за прежнее, но желает избавить нас от недуга, в чем можно убедиться и посредством здравого смысла. Если же кто и после этого будет сомневаться, то мы уверим его в том и божественным писанием. Кто, скажи мне, был преступнее царя Вавилонского? Он после того, как уже настолько испытал силу Божию, что поклонился пророку его и приказал принести дары и благовонные курения, Даниила 2, 46, опять предался прежней гордости и связав, ввергнул в печь тех, которые не почтили его больше Бога. Однако этого жестокого, нечестивого царя более зверя, нежели человека. Бог призывает покаяние и доставляет ему еще другие побуждения к исправлению. Во-первых, самое чудо, совершившееся в пищи, а затем видение, которое видел царь, а истолковал Даниил, достаточное для того, чтобы преклонить и каменную душу, а сверх того, после увещания делами, и сам пророк дал ему такой совет. Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззакония твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Даниила 4, 24. Что ты, что говоришь, ты премудрый и блаженный? Уже ли возможен и после такого отпадения возврат, и после такой болезни, и здравия, и после такого безумства надежда образумится? Царь же сам отнял у себя всякую надежду тем, во-первых, что не познал создавшего его и возведшего на такую честь, хотя имел сведения о многих доказательствах силы и промысла его и на себе самом, и на своих предках. А после того еще тем, что получив ясные свидетельства мудрости и предведения Божия, и видев, как неиспровернуты были им магия, и астрономия, и действия всякого дьявольского волхвования оказался хуже прежнего, ибо чего не могли изъяснить мудрые волхвы и газорины, и что признавали они превышающим природу человеческую, то Бог изъяснил ему через пленного отрока. И этим чудом довел его до того, что он не только самоверовал, но и сделался ясным проповедником и наставником этого верования для всей вселенной. Таким образом, если он и прежде этого знамения не заслуживал прощения за свое неведение о Боге, то гораздо более после такого чуда, после собственного исповедования и преподанного наставления другим, если бы он не был точно уверен, что истинный Бог один, то и не оказал бы такой чести рабу его, и другим не дал бы такого же приказания. И однако после такого исповедания он опять впал в видовослужение, и тот, кто падши на лицо, поклонился рабу Божию, дошел до такого безумия, что рабов Божий, не поклонившийся ему, вернул в печь. Что же? Отомстил ли Бог отступникам, как надлежал отомстить? Напротив. Он представил ему еще большие доказательства своего могущества, чтобы привезти его после такого безумства опять в прежнее состояние. И что особенно удивительно, дабы чудные события по чрезмерности своей не показались невероятными, он сотворил знамения не над другим чем-либо, а над той пищей, которую рожег сам царь для отроков, и в которую, связав, бегнул их. Конечно, чудесным и необычайным было бы и то, если бы только огонь был погашен. Но человеколюбец, дабы внушив больше страха, произвесть больше изумления и совершенно прекратить ослепление царя, сделал большее необычайнейшее чудо. Попустим, чтобы огонь рожен был настолько, насколько хотелось царю, он являет свое могущество в том, что, не уничтожая приготовление врагов, делает готовое недействительным. А чтобы кто-нибудь, увидев отрока в победившем пламени, счел это привидением, Бог попустил, чтобы опалены были ввергнувшие их, показывая, с одной стороны, то, что видимый пламень был действительно огонь, иначе бы не пожрал нефть и смолу, и хворост, и столько тел, а с другой то, что нет ничего сильнее его повеления, но что природа всего сущего повинуется приведшему ее из небытия в бытие, что тогда именно и обнаружилось. Ибо огонь, приняв тела тленные, не коснулся их, как бы нетленных, и возвратил жертву в целости даже еще в большем блеске, ибо как бы царей и чертогов царских вышли из печати отраки, так что уже никто не хотел смотреть на царяну взор, и всех обратились от него на чудные явления. И ни Диадима, ни Порфира, ни что другое из царского великолепия не привлекало столько к себе толпы неверных, сколько вид этих верных, долго пребывавших в огне, но вышедших из него так, как будто это случилось с ними во сне. Даже волосы, которые по природе у нас удобно сжигаемые всего, крепче адаманты превозмогли тогда всепоедающий пламень. И не это одно Диадима, что, быв вернуты в середину пламени, они нисколько не пострадали, но и то, что они еще непрестанно говорили. Между тем всем бывавшим при людях, сожигаемых, известно, что пока они держат уст осомкнутыми, то хотя на краткое время противятся сожжению, но лишь случится им раскрыть уста, душа тотчас вылетает из тела, и однако после столь многих совершившихся чудес, и когда все присутствовавшие, видевшие, пришли в изумление, отсутствовавшие извещены, были об этом письменно, царь, который учил других, сам остался неисправимым, и опять обратился к прежним порокам. И при всем этом Бог не наказал его, но еще долго терпел, вразумляя его через сновидение, через пророка. Только когда он уже никаким из этих способов немало не исправился, Бог наконец наводит на него казнь, не отмещая, впрочем, за прошедшее, но пресекая будущее зло и удерживая порок от преуспеяния. Притом наказал не навсегда, но после нескольких лет наказания опять возвел его в прежнюю честь. Так что он от наказания не претерпел никакого вреда, приобрел величайшее всех благ, утверждение веры в Бога и раскаяние в прежних своих грехах. Таково человеколюбие Божие. Аминь. Продолжение следует.